Переходя в другое здание, попадаешь в европейскую комнату. Даже египетские мотивы есть. Шоколадная фабрика состоит из парковой бесплатной зоны, на территории которой расположены многочисленные кафе, рестораны и магазины. Что хорошо заметно и с первой части моего обзора. И из платной зоны, где находится музей с разнообразными экспозициями, посвященными шоколаду. Практически каждый год здесь проводятся реконструкции на различную тематику. Так, например, в этом году помещение Чокотопии было полностью переоборудовано на олимпийские мотивы. Дабы поддержать страны, которые, конечно же, непосредственно связаны с кофе. А это родина кофе Эфиопия, также Танзания, страны Южной Америки Бразилия и Колумбия, страны Центральной Америки Гондурас и Гватемала, страны Азии, Индии, Индонезии и Вьетнам. В комнате Хоббита можно узнать о истории шоколадных бобов и шоколада, проводя интересный тест игры и просматривая красивые изображения. А в конце экскурсии комната старинных коллекций с бесценными предметами шоколадной роскоши, такие как шоколадные чашки, которые действительно использовались в средневековой Европе, вазочки, чайнички под какао, различные шоколадные фантики, старинные этикетки и множество шоколадных коробок полностью погружают в прошлое. Крошки, в которых раньше хранился шоколад. Какая красивая коробка. Как бы раньше чайничек был. Это прямо произведение искусства, а не коробка. Крошки, в которых пили горячий шоколад. Тут раньше, конечно, больше было посуды. Намного. Первая реклама Щерой Койбиту была спродюсирована компанией Ищихара Интернешнл Продакшн в январе 1983 года и выпущена в кинотеатре в детективной драме «Вестерн Поли» вторая часть. Также на открытой улице Тануки Коджи в Саппоро транслировался только звук рекламы на открытом воздухе, что дало шанс принести фабрике более широкую популярность не только по стране, но и в мире. Компания Ищия Сейку также является официальным спонсором Хоккайдо Консадолы Саппоро. Это официальная профессиональная футбольная лига Японии. И до 2018 года на униформе японских футболистов красовался логотип Щерой Койбиту. Но в 2019 году компания почему-то внезапно поменяла название «Белый любовник» на логотип компании Ищия. Но до всего этого, из-за серии скандалов, в 2007 году связанных с фальсификацией продления срока годности и обнаружения кишечной палочки у нескольких покупателей, компания Ищия Сейку попала под закон о санитарной безопасности пищевых продуктов, что запрещает дальнейшую деятельность из-за допущения грубых нарушений и, конечно же, была вынуждена закрыться на целый год до срока окончания выяснения обстоятельств и новой реконструкции на самой фабрике. Таким образом, логотипы Ищия на футбольных майках Хоккайдо Консадолы Саппоро с 2008 года исчезли и резко поменялись на Нитори на груди и на Щерой Койбиту на спине. Оскололась ваза, но они все равно ее не выкинули вот так вот. Хорошее такое решение. Но, пожалуй, самое интересное место – это цех с огромными окнами, где через толстые стекла посетители могут наблюдать выпуск производственной линии печенья «Белый любовник». Это примерно показано, как делается шоколад. Даже можно подключить. «Белый любовник» «Белый любовник» «Белый любовник» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так работает на шоколадной фабрике. Ну и, собственно, можно посмотреть своими глазами цех, как производят знаменитое белое печенье. Вот так это всё выглядит, это всё прозрачно. Даже вот, пожалуйста, сколько изготовили написано сегодня, сколько было произведено продукции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обратите внимание, что даже специальная сетка на кондиционерах, чтобы не разлеталась пыль. То есть стерильность, стерильность зашкаливает, конечно. Блеск полов и блеск начищенных машин. Ну, конечно же, не надо думать, что если они так экипированные, что если работники так экипированные плотно, и маски, и специальные шапки, чтобы, не дай бог, чихнуть, или же, не дай бог, чтобы упала волосинка, то им здесь жарко. Здесь специальная температура. Кондюшники работают как положено. Раз, два, три, четыре, пять, шесть кондиционеров на один цех. Не говоря уже о цехе вот там. Вот это очень вкусное. Серой, по-моему, снизу. Брелочки, которые тоже продаются в магазинах. И по специальному коридору можно наблюдать, как производится шоколад, сколько продукции в день. Здесь всё об этом говорится напрямую. Потому что где-то лет 15 назад здесь, на этой фабрике, был инцидент. Показывали по новостям. И, кстати, вот эту информацию журналистам слил один из работников, что они добавили там шоколад. В общем, старый какой-то шоколад. То ли трёхдневный. У японцев же здесь свои госты. И существует такое понятие, как три дня, миккамэ. Что если, допустим, продукция пролежала три дня, её уже не пользуют. Вообще, это везде по всей Японии. Стандарт. Что в отелях, что в ресторанах, что везде, на каких-то пищевых фабриках, если продукция трёхдневная, свыше в трёх дней, её уже не используют и выбрасывают. Так вот, лет 15 назад по новостям передавали информацию, что кто-то из работников вот на этой фабрике Ищия Сейко использовали трёхдневную продукцию. Она уже устарела. Какой-то там то ли шоколад, то ли какое-то печенье. И они переработали и выпустили в продукцию. Так там был такой скандал. Это просто... Директора, в общем, затаскали. Он извинялся, 150 поклонов там бил. Это было давно. Я уже не помню эту информацию, но я помню, что вот этот инцидент был. Поэтому с этого момента фабрика стала прозрачной. Фабрика стала прозрачной. То есть, вот, пожалуйста, вам мониторы. Приходите, смотрите, сколько... Сколько продукции, как, что делается. Это везде установлены, то есть камеры, которые отслеживают всю продукцию. Стоят камеры. Даже вот пронумерованы. Три, четыре, пять, шесть. Всё пронумеровано. Пожалуйста, посетители, приходите, наслаждайтесь, смотрите нашу работу. Вот это камера со второго столба. Можно приходить, наблюдать. И уже ничего не предъявишь, как говорится. Пожалуйста, наблюдайте. Мы здесь все санитарные нормы, санитарные ваши правила исполняем. Ничего не добавляем. Продукция выпускается вовремя. И в каком количестве. Всё на мониторах. Всё вытирается. Каждая пылиночка. Ладная фабрика. Пожалуйста. Милости просим. Так, а здесь раньше всё поменяли. Вот, уже продукции ещё больше 100. То есть 95 тысяч. 95 тысяч 516. Они ещё рой кубит. Это белое печенье они сделали сегодня. Кроме этого, гостям предоставляется возможность собственноручно смастерить печенье во время специального мастер-класса. Это развлечение находится на четвёртом этаже в шоколадной фабрике и подходит как для детей, так и для взрослых. Здесь можно сделать печенюшки своими руками. Специальный цех. Здесь можно купить комплект олада и сделать своими руками, украсить, вернее, своими руками печенье. Здесь печенье есть в виде острова Хоккайдо, такое большое есть. И есть маленькие печенюшки, заготовки. Видимо, в связи с коронавирусом цех закрыт временно. Конечно, ресторан вот этот вот, он как был, так и есть. Единственное, поменяли мебель. И всё, здесь стоял рояль. Рояль убрали. А вот, рояль есть. Показывается, всё, стрелочками, куда идти. Ух ты, даже кегля есть. Это раньше, когда ресторан. Даже вот есть такой класс. Телефонная будка. Супер. Телефонная будка. Туда можно сесть, посидеть. Это, типа, такой диванчик для влюблённых. Вот. Как, кто поссорился друг с другом, нужно придвинуться. И кошечки тоже придвинутся. Ну, тут оригинально на разных языках написаны фразы. Вот даже на русском языке шоколад это магия счастья. Придвигаются. Диван меняет цвет. Не буду снимать их. Вот. Вот. Уже придвинули. Сейчас вон девушка с парнем. и сердечко у них выскочит на экране. Значит, следующее у нас идёт. Здесь можно посмотреть фильм. Всё из шоколада такое. Вот. Красоту такую делают. Ну, это макет, конечно. здесь уже сделали кафешку. раньше тут была большая комната с антиквариатными игрушками. Тут что только не было. И старинные картины, и Никки Маусы игрушки самой первой серии, которые выпускались. тут очень... Туда же была комната японская с маленьким телевизором. Прототип такой японской комнаты. Имитация они сделали такую, как раньше жили японцы. То есть, там стоял телевизор, потом маленький такой, тахта такая, или как она там называется, не знаю. И гетто стояли, сланцы деревянные. Зал, видимо, сделали кафешку и оставили только часть вот этих игрушек, чтобы хоть эта часть напоминала о том, как создавались вот эти игрушки. оригинальные столы с перегородками, с нардами. Девочки, птички такие помогут. И идти там 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 и В общем все поубирали, зря конечно вот такая вот здоровая здесь была, здоровый такой отдел под антиквариатные игрушки. Сейчас вот они оставили какую-то часть и все. В общем все. Для детей можно взять коляски, магазин уже готовой продукции со знаменитыми печенюшками. Вот серой клуб это печенье, то есть макет печенья и какая в разрезе она тоненькая. Вот 24 печенюшки, 24 штуки в одной пачке и приблизительно вот такая коробка, то есть макет печенья раздельная. В комплекте с молочным шоколадом и с белым шоколадом по 12 штук упаковки. В общем вот такая вот продукция. Комната матери ребенка. Можно зайти, поменять подгузник, шторочкой вот такой вот закрыться и покормить. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Еще одно музыкальное представление Это уже к закрытию Закрытие сейчас уже 5 часов И шоколадная фабрика провозглашает, что она закрывается Все, прозвучали фанфары Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok